Сегодня в столице республики положено начало строительству очень важных объектов. Символичную капсулу заложили на территории индустриального парка. Совсем скоро резиденты начнут возводить здесь производственные помещения. Официальный старт дан также строительству многофункционального центра в Калининском районе. Индустриальный парк – детище современной экономики – образец частного государственного партнерства. Власти финансируют строительство необходимой инфраструктуры, резиденты вкладывают собственные средства в создание производств. В итоге занятость населения, новые рабочие места, развитие экономики в целом и малого бизнеса в частности. Проекты будут реализованы и будут созданы высокотехнологичные, высокопроизводительные рабочие места для наших креативных, целеустремленных, талантливых, одаренных людей. Люди, они молодые, которые будут работать. Более 700 рабочих мест будет создано. Это является ключевым показателем. Если взять доходную часть, и мы посмотрели, оценили цифры, практически в течение 10 лет уже начала работы производства, мы пополним доходную часть канцеллированного бюджета прогнозно 3,5 миллиарда рублей. Участок площади 23 гектара уже оснащен необходимой инфраструктурой для обеспечения производственной деятельности. Адрес технопарка – проспект трактора строителей. Открытие индустриального парка большое значение имеет для города. Во-первых, для экономики города. Мы говорим, что инновационные предприятия, те предприятия, чья продукция будет востребована в дальнейшем, как раз здесь будут открываться индустриальные парки. Наша задача, глава республики, к этому привержен, что поддерживают малый и средний бизнес. И для этого чиновники должны создавать условия. Вот сегодня реальный пример, когда созданы условия, когда федеральные, республиканские средства и местный бюджет скоперировались вместе. И сегодня мы увидим открытие новых производств. Если посмотреть инновационные, востребованная продукция, и каждое предприятие здесь и нанотехнологии, кто предприятие производит, каждое предприятие уникальное, разные направления. На площадке индустриального парка разместят свои производства 9 субъектов малого и среднего предпринимательства. Уже готовы начать строительство предприятий «Энергомаш», «Бирс» и «ДМ-сервис». Кстати, среди всех резидентов парка «ДМ-сервис» – единственная нерегиональная компания. Этот проект для нас не облачный. То есть мы реально знаем, что мы хотим достичь, как мы будем это делать и какой результат мы можем получить. На настоящий момент у нас завершаются проектные работы по данному участку. Это площадь 8 гектаров, производственных площадей где-то порядка около 10 тысяч квадратных метров. Мы планируем, что на данной площадке будут производиться имплантанты, стенты. Это для кардиоваскулярной хирургии, для улучшения кровоснабжения и, соответственно, весь инструмент, который необходим для проведения операции, и расходные материалы. Начало строительства положила торжественная церемония закладки капсулы с посланием будущему поколению. Внимание! Даю старт всем резидентам! Приступать к работе! Дополнительный офис многофункционального центра представления государственных и муниципальных услуг в Калининском районе уже строится. Но сегодня состоялась символическая закладка первого камня. О преимуществах МФЦ жители района уже наслышаны. Так что появление дополнительного офиса рядом с домом их явно радует. Я рад, что в сегодняшний день заложили фундамент многофункционального центра, который доступен для нашего Новоюжного района. Я думаю, что многофункциональный центр доступен для всех принципа одного окна. Он намного облегчает жизнь наших граждан. Чтобы по кабинетам не бегать и не собирать данные определенной бумаги, здесь, собирая сам гражданин, может сдать в одно окно и все через определенный период времени подойти и забрать уже данные документы. Уже к концу этого года здесь заработают 32 окна. Кстати, сегодня в республике действует 27 МФЦ. Электронными услугами пользуются почти 70% жителей. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика.